МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ой! Что с тобой? Влюблена. Кого? В ромашку". 21 июня, 41-й год. В вихре вальса прошли школьные выпускные балы. Десятиклассники до утра бродили по сонным улицам города и мечтали о любви, о жизни. Но гул мессеров в 4 утра разделила жизнь на до и после. Дело стало быть к войне. И если дать ему кружить, если дать ему кружить, значит всем на фронте пить. Заветные весточки из дома летели фронтовой почтой каждому солдату. Он – молодой боевой летчик, а она – сама любовь. Строки ее писем будто обнимают героя. И он стоит, не сломлен, с верой в победу до конца. Любишь сына неба, кровь, вино, из краев перелесны. Кроткую юную девушку Ландыш играет актриса Ярославна Коваль. Признается, в свои 16 лет она не перестает удивляться ее сверстникам, которые смогли пережить страшные годы войны. Я очень много чего читала, смотрела, читала военные письма, чтобы понять эту боль тех девушек, которые не смогли дождаться. Спектакль «С любимыми не расставайтесь» по мотивам пьесы Ники Квиджинадзе «Ландыш и ромашка» переносит зрителей в нелегкое время встреч и расставаний, любви и потерь в годы Великой Отечественной войны. Режиссер Ольга Кобецкая признается, давно мечтала найти такую историю. Случайно в руки руководителя театра попала пьеса известного драматурга. Решение было принято молниеносно. Эта площадка достаточно интересна для нас, потому что патриотическое воспитание молодежи, скажем, для нас это не пустой звук. И театр «Крылья» всегда ежегодно буквально ставит новые спектакли, связанные с темой Великой Отечественной войны. В этом году, 7 мая, состоялась премьера совершенно нового спектакля, современного драматурга по пьесе Ники Квиджинадзе «Ландыш и ромашка». Мы назвали этот спектакль «С любимыми не расставайтесь». Несмотря на то, что прошел буквально месяц с момента рождения этого спектакля, он уже проехал несколько городов, получил несколько премий и на международном фестивале «Славянский перекресток», и на фестивале в Красногорске. Мы побывали с ним уже и в Брянске, и в Новозыпкове, по Подмосковью проехались, были в Горках, в Барвихе. И нам показалось, что очень важно, чтобы было сотрудничество с этим прекрасным музеем. Музей на Поклонной горе, Музей Победы, зал Жукова. Да, все очень символично, все очень легендарно. И это не просто разовый показ спектакля. Мы очень рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с Поклонной горой. И понятно, что человек, который пришел в Музей на Поклонной горе, ясно, что для него тема Великой Отечественной войны и тема патриотизма, она вообще не пустой звук. И очень хочется для этих людей показать что-то такое интересное и очень важное. Мы очень давно ждали подобную пьесу. Потому что все, что написано о войне, практически поставлено уже миллионы раз. Не хочется повторяться, не хочется... Ну и уже сложно, знаете, в миллиардный раз сыграть «Азорь из десятихий». Как-то особенно, и так, чтобы это запомнилось. И вот это какая-то с неба упала, что называется, совершенно короткая вещь. То есть, если вы ее будете читать в оригинале, это 15 минут текста. Ну, родился часовой спектакль. Ну, вы знаете, это такое вот какое-то прозрение, в общем-то, в определенной степени. Правда, я очень трепетно отношусь к этой теме. И вот не было, не было материала. Я пьесы Ники знаю давным-давно. У него очень сильные, хорошие вещи. Но все они не на военную тематику. И вот, листая его книгу, подаренную мне в последний раз, я вот наткнулась на эти фронтовые письма. Это фронтовые письма. И, казалось бы, наверное, там нет открытия какой-то Америки. Ничего, наверное, такого сверхнового. Но очень хороший язык. Очень какие-то точные эпитеты и образы внутренние. Я увидела это сразу. И я очень благодарна своему хореографу, потому что в этом спектакле очень много пластических решений. Я вообще очень это люблю. Я люблю ткани, я люблю пластику, я люблю музыку. Для меня это вот одна из составляющих частей любого драматического спектакля. Я помахала руками, значит, как обычно. Тут вот здесь это должно быть все это. Он очень точно сделал танцевальные партии, очень точно вложил ту драматургию, которая мне была важна. И практически, вот знаете, с первых трех репетиций вот это все просто закрутилось и завертелось в каком-то преображении. Никто еще ничего не понимал, во что это выльется. И мы спектакль сделали буквально за месяц. Вот какое-то воодушевление. Не потому что нам нужно было, не потому что это какая-то там дата была. И вот он, наверное, на таком же вздохе пошел. Причем здесь идет такой у нас тоже эксперимент абсолютный. Впервые наши подростки, которых мы растили с шести лет в театре, они получили главные роли. И потому что главные героини и главные герои вообще по пьесе, они расстаются в 41-м году, заканчивая только 10-й класс. И мне нужна была такая фактура, мне нужны были взрослые люди. Но это надо было сыграть. Мне кажется, им удалось. Главная героиня у нас Новозыпковая получила среди не только любительских, но и профессиональных театров премию за лучшую женскую роль. Мы здесь разошлись с Никой Квежина. Он сначала не принимал мою концепцию, но режиссер имеет право собственного прочтения. А он мне сказал, что это вот нет и ерунда, я вообще не понимаю, как это все получится. Но когда я была на премьере, проследила, сказала, что спектакль удался. Я решила главного героя, два всего героя, он, она. И вот главного героя, Ромашку, играют четыре артиста. Мне очень хотелось таким образом показать скорость взросления человека на войне. Музыка здесь у нас достаточно интересная. И есть еще такой очень важный момент. Кульминация происходит во время штрафбата. Герой оказался и в такой ситуации жизненной. И вот для этой ситуации Михаил Ильин, который исполняет роль последнего героя, написал специально песню. Песня очень сильная. Она специально, она звучит в его же исполнении, в исполнении героини, но в записи. Мы специально лишили его гитары, лишили его возможности что-то делать. Он стоит в статике, но он должен вот это все пропеть и прожить молча все. Мне тоже кажется, что это один из таких вот, может быть, странных, но интересных приемов. А так у нас, кроме этой песни, вот авторская, использована музыка Арбениной, использована музыка Цоя, Акуджава в исполнении Шевчука. Вот такая вот у нас история. Ну, то есть достаточно все современно, и мелодии неизбитые, я имею в виду, вот в плане, в концепции военной такой. И, может быть, и в связи с этим тоже, в связи с тем, что герои, совершенно молодые ребята, это и современная музыка, мы, когда играли последний раз ребятам в Барвихе, у нас ползала пришло мальчишек таких, ну, кто-то, видимо, сказал, что надо пойти. То есть они не очень-то хотели, да, ну, там они там в наушниках, со жвачкой. В общем, это война какая-то, ну, ерунда, в общем, одним словом, там. Вот, но они аплодировали, плакали, вот, реально, да. А когда вот эти были первые там аккорды, они очень удивлялись, они, о, слушай, это, ну, что, это, цой, да, вот такие вот. Вот, ну, я подумала, что да, наверное, вот ради этого стоило. Потому что, бесспорно, сегодня тоже будут ветераны, но, понимаете, для ветеранов немного надо. А я помню, когда была премьера, на первом ряду сидели несколько ветеранов у нас, и одна нам дама говорит, вот, что я заполнила, с самого начала, она говорит, ой, вышла девочка, в платьице, в горошек и белые носочки, у меня такие же были. Все, да, то есть это уже наш человек. То есть дальше вообще не важно, что будет происходить. Поэтому разжалобить ветерана не так много надо, и не в этом цели задачи. А вот достучаться до судеб и до душ молодых ребят, вот это важно. Ну, и, конечно, их воодушевляет, что работает молодежь, молодежный театр. На сцене нет сложных декораций, все внимание приковано к актерам. У каждого своя история о войне. Погрузиться в атмосферу помогает музыка. А Куджава, Арбенина, Цой и Фадеев – современность, не дань моде, а связующее звено между прошлым и настоящим. На сцене эта тема, она очень осторожно мной осваивается, потому что я иду от внутреннего переживания героя. Вы услышите эту песню и поймете, это подготовка к бою, это сам бой, и это уход из боя в состоянии человека, который остался жив. Хотя этого не должно было стучиться, он должен был сто процентов погибнуть. Вот эмоциональные накалы во время игры, он достигает такого пика, что там играть ничего не надо. Все происходит именно само собой. Спектакль с любимым «Не расставайтесь» занял достойное место в репертуаре Народного театра. Труппа уже побывала в Звенигороде, Брянске, Красногорске, Новозыпкове. На международном фестивале «Славянский перекресток» за эту работу режиссер вручили премию. Теперь покорили зрительские сердца и в Москве на сцене Музея Победы на Поклонной горе. Стихает шум оваций и хочется вновь пережить жизнь четырех героев, которые смогли устоять в боях с врагом благодаря хрупкой девушке и ее письмам. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». АПЛОДИСМЕНТЫ